Мне кажется, что и часы, и ювелирные изделия, часы это тоже отчасти ювелирные изделия, только еще более сложные в плане механизма. Да, но если мы будем говорить о сложных каких-то изделиях-трансформерах, которые, например, из колье превращаются в тиару или броши, серьги, браслеты, то есть там настолько тонкая, кропотливая работа, что сказать, что сложнее часы или ювелирные изделия, ну, наверное, и то, и то сложно, только по-разному, видимо. А что считается более, скажем так, как бы основным продуктом для картье? Это больше часы или больше украшений? Больше украшений. Украшений, да. Ну, конечно, сегодня, мне кажется, что дом картье настолько развивает направления разные, да, мы всегда были сильны и в аксессуарах также, и я думаю, что стоит здесь напомнить 80-е и 90-е, особенно популярна коллекция была такой запуск «Большой Лемаск», когда говорили, что роскошь в деталях, и вот в деталях аксессуаров в том числе, какие-то предметы, сумочки, клатчи у нас начали выпускаться в 20-х годах 20-го века, поэтому это неразделимо, но, конечно же, это больше ювелирный дом, часы у нас не менее прекрасные, много икон, которые уже более 100 лет радуют наших... Ну, вот, кстати, да, за последнее время, смотрите, все те запуски, которые были у нас ранее, да, те наши иконы, вот, если вспомнить часы там, которые больше 100 лет уже известны, сейчас среди девушек популярна коллекция «Ля Пантер», часы, которые были выпущены в 80-х, сегодня переживают вторую волну успеха, да, среди и в Геолсе, и даже просто любителей ювелирных украшений часов, поэтому, да, все очень циклично, как и в моде, вот, оно все очень гармонично в себе сочетается, поэтому, да, часы тоже, та же часть. Огромная, мы проводили, я проводила эфир про винтаж небольшой, с девушкой, которая занимается, она говорит, часы-кортье у меня просто какой-то колоссальный, каких-то запросов, они роскошные, говорит, я их уношу очень давно, и я всем предлагала, никто не хотел, сейчас пошел губы, конечно, совершенно в руку. А как вообще возникла эта история? Вот где-то примерно 2,5 года назад часы эти производились с 83-го года до 2001-го, и были, как-то ушли из коллекции, были сняты с производства, у нас появлялись другие запуски, интересные другие модели, и вот 2 года назад в моду вошли снова в 80-е, и 300 фотографов в Миланской неделе моды, Парижской неделе моды запечатлели девушек, которые именно были в этих часах винтажных, да, винтажных, и, конечно, мы за этим всем следим, задались вопросом, откуда они, конечно же, скорее всего, от мамы, да, и так в коллекцию вернулись эти часы пантера, сегодня они действительно одни из самых популярных. Вау, вот так бывает, такая случайность. Да. А расскажите, пожалуйста, почему пантера? Вот именно, вообще, это символ, однозначно, один из главных марки Кортье, знаете, наверняка, какая-то история, почему именно это животное? Ну, вот мне кажется, что это на 100% воплощение девушки в стиле Кортье, потому что это и грация, и независимость, и характер, в хорошем смысле слова. Вот, тем более, образ пантеры у нас уже более 100 лет присутствует в нашем доме, и появился благодаря Жанне Тусан, которая присоединилась к Дому Кортье как сначала руководитель направления аксессуаров, а позже ювелирного направления, и она, собственно говоря, своей харизмой, характером, необычным вкусом, стилем, задала вот такой вот тон, и появились эти прекрасные украшения. И коллекция очень большая, и фигуры пантеры, образ пантеры, он абсолютно разный бывает. Есть более агрессивные стилистики ар-деко, такие четкие ровные линии. Есть более мягкие формы, такие напоминающие больше кошку, нежели агрессивное животное. Женщины все разные, характеры у нас у всех разные. Каждый может найти свою пантеру, и, конечно, когда смотришь в эти изумрудные глаза животного, все цветают. Да, это, конечно, невероятно красиво, на это невозможно смотреть равнодушно. Я помню, я свое время говорила, ну, красивое искусство, но я равнодушно, бриллиантно, красиво, но нет никакого желания. И когда я попала на выставку, это была коллаборация Картье, дома Картье и Ванки Гран-Поле, это были все, не все, большое количество украшений Махараджи. Это все, да. Я сошла, и я говорю, господи, насколько же я была неправа, насколько же я теперь понимаю, как же это красиво, и насколько я это хочу. Ну вот мне кажется, что это, конечно, такая избитая очень фраза, что, да, девушки любят бриллианты. Ну, так или иначе, рано или поздно сердце тает, и привлекает внимание, и появляется в списке желания точно какое-то украшение именно в бриллиантах, потому что, ну, это потрясающе красиво. Тем более камень-бриллиант, он настолько сильный, да. И мы знаем, что разные камни, какое имеют на нас воздействие, если вспоминать Александра Лапидонского, да, ну, много примеров, что у каждого есть свой камень, который добавляет силу, и кто-то в это верит, кто-то нет. Сейчас, конечно, меньше мы обращаем внимание на то, какой камень, какому знаку Дудяка по гороскопу подходит, но кто-то по-прежнему, если камень не нравится, то это берет на заметку. Да, конечно, это хорошо, это может быть даже какая-то моральная поддержка, амулет, когда это так красиво, снова-таки. Ну, пусть даже это эффект плацена, но тем не менее. Но красивый в любом случае. Но красиво, да. И плюс это своеобразное, я тоже бы хотела спросить, как вы относитесь к тому, когда говорят, что украшение, конечно же, украшение семьи, мы говорим про кортье, дома и этого же уровня самого высокого, они являются инвестициями. Я знаю, исправьте меня или нет, что если мы говорим про какой-то масс-маркет, например, кортье, это там ЛАП или КЛУ, который гвоздь, это не совсем инвестиция. Но если мы говорим о том, что у меня вот есть подружка, у нее мужа, буржуи, скажем так, и у него вот про бабушке кольцо кортье, очень просто безумно красивое, большим камнем, честно, не помню, какой камень, чтобы не соврать. И вот оно в цене растет каждый год, конечно, за счет времени. То есть неправильно ли я понимаю, что это зависит, есть все украшения, которые как бы для себя, для удовольствия, которые падают, а есть те, которые, это действительно инвестиция, музейный экспонат. Ну, вы знаете, мы, я буду так рассказывать немножечко с двух сторон, потому что мы мнение двух сторон, и то, и то имеет место быть, быть, да. Мы, конечно, не любим говорить о том, что ювелирные изделия – это предмет для инвестирования. У меня была забавная история, когда уже достаточно долго работаешь в этом деле, сыграешь какие-то забавные истории, и они бывают потом разных других примеров. Так вот, у меня была забавная история с одним из клиентов, прекрасно, мы уже перешли в категорию «приятелей». Он покупал изделия для своей супруги, любил очень новинки, креативные изделия, ну и в том числе вот те коллекции, которые вы упомянули, даже «Стунглоу» и «Лап». Классику, да, классику, но и другие, креативные. И говорит, ну хорошо, я вот это все покупаю, это все прекрасно, но у меня мужской подход, я люблю супругу, но когда? Когда я уже могу это продать и получить какие-то там плюс 200%? Вы знаете, давайте мы с вами лет через 50 встретимся и снова вернемся к этой теме. На самом деле, если говорить об инвестировании и обратить внимание на аукционы клести «Сотбис», то, конечно, в «Домкортье» присутствуют в большой своей коллекции и есть те украшения, которые имеют совершенно другую стоимость, нежели регулярные коллекции. Я привожу прекрасный пример всегда из наших уникальных изделий в стилистике, выполненной «Тутти-трутти». Что это за стилистика? Это сочетание из урудов, рубинов, сапфиров, такой очень сочный букет. Эта стилистика в «Домкортье» появилась благодаря тому, что наш дом развивался в нескольких направлениях и вот как раз черпали вдохновение также и в Индии. И благодаря Махараджи, Махараджи Беттиала, для которого было сделано несколько специальных заказов, эти прекрасные яркие камни появились в классическом французском доме. В то время девушки носили только белоснежное украшение. Это были только бриллианты, бриллианты в платине. Даже изумрудок не было. Да, только вот и такой взрыв предпочитали, да, конечно, что-то было, но в основной варсе это были белоснежные украшения. И, конечно, взрыв таких вот цветов, это был абсолютнейший авангард. Это было мне, даже опережая моду того времени, и благодаря, вот, наверное, влиянию Индии появилась у нас эта стилистика, которая на сегодняшний день, если обратить внимание, если появляются такие изделия на аукционах, они в первую очередь продаются. То есть это исключительно. Вот если вы мне зададите сейчас вопрос, во что вложить, чтобы получить потом плюс 200, да, ну, так условно говоря, то, конечно, в первую очередь нужно обратить внимание на коллекцию Тути-Фротти. А на эти изделия у нас появляются в высокоювелирной коллекции. Каждый год что-то мы находим новое, вдохновляемся природой. Они, как правило, в стилистике глиптика. Это резные камни, цветочные мотивы, потрясающие украшения. Вот из исторических примеров калье Дейзи Фэллоус. Это просто что-то уникальное. Обратите внимание, советую. Вот именно на Тути-Фрути. А если говорить, конечно, еще влияют, если изделие было у какой-то кинозвезды знаменитости. Принцесса Диана, например. Принцесса Диана. Элизабет Теллер. Вот аукцион в 2013 году. У меня была возможность, один из моих клиентов, хотел поучаствовать в этом аукционе. И вот прям было какое-то желание приобрести определенное изделие. Но, говорит, я даже не дошел до момента ставки. А потому что цены, вы знаете, там просто в 200-300 раз превзошли все ожидания и все те ставки, которые были изначально. Поэтому, конечно, если это вот брошь Уолли Симпсон, которую купила Элизабет Теллера, а потом было приставлено на аукционе, да, цена, безусловно, такое украшение-кортье будет исчисляться десятками нулей, да. Уже не деньгами, мне кажется. Там уже немножко другие категории. Это совершенно другое. Поэтому, да, когда кто-то из знаменитостей владел украшением, изделием, это добавляет стоимость. Ну и, конечно, исключительная карма. Исключительная работа. Коллекция Пантера наша тоже всегда очень популярная. И эти украшения в цене только растут. Я поняла. А скажите, пожалуйста, я знаю, что кортье дом занимается ювелиром одними из официальных королевских семей. Разных королевских семей. Началось, насколько я знаю, все с Британии. И потом, исправьте меня, если я не права. И потом дало тенденцию дальше, в том числе и испанским королям, и, насколько я даже русским я читала. Да. Все верно. История очень интересная. На коронацию Эдуарда VII было заказано 27 тиар у дома-кортье. И через год официально дом-кортье был признан ювелиром Британии. И тогда, наверное, всем известная уже на сегодняшний день фраза «кортье ювелир королей, король среди ювелиров». Цитируют уже очень многие. Но вот, собственно говоря, с этого события исторического популярность дома-кортье как официального поставщика королевских дворов Европы стала популярна. на Синья Романовых, Юсуповых, если вспоминать разные династии, то, конечно, наверное, вот в нашем историческом бутике, пока он еще у нас не закрыт на реконструкцию, планируется у нас, на Рюдо-Ля-П-13, я рекомендую, там такой есть длинный у нас коридор с правой стороны, и вот обязательно зайдите, посмотрите, потому что там как раз вот эти все сертификаты официальных представителей, что дом-кортье является официальным представителем поставщиков монархов, они сохранены, и на этой стене они все размещены, поэтому можно полюбопытствовать, очень интересно. Сегодня, конечно, и мы знаем примеры, Кейт Миддлтон выходила замуж в теаре от дома-кортье, Елизавета Вторая также имеет много и брошей, и других украшений, Мэггер Маркл была в серьгах на своей тоже церемонии и венчание дома-кортье, поэтому примеров очень много, и как раз вот те коллекции, которые замечены на монарховших особах, они пользуются особой популярностью, вы знаете, даже если говорить о фэшн, то британки очень реагируют на, например, платья, в котором появилась Кейт Миддлтон, сразу же, да, исчезают из бутиков, точно так же это и с ювелирными украшениями, они очень реагируют на то, в чем появляются любимые монархи и особы, да, это популярно сегодня так же. Конечно, так все меняется, да, и вот то, что мы носим каждый день, это, безусловно, не те роскошные украшения, которые носили девушки в 20-х, да. Тем не менее, даже вот за последнее время наблюдают тенденцию, как вошли лисуары для волос, да, вот появились у нас обручи, какие-то заколки, банты, да, это все популярно сейчас. И для ювелирные дома тоже подхватили эту тенденцию, моду, да, и вот есть очень деликатные, очень изысканные тиары, которые превращаются в колье и могут быть тоже трансформироваться в несколько других ювелирных изделий, появились и в наших коллекциях, или, например, прекрасный браслет бриллиантовый, который превращается в бандо. Ну, это, мне кажется, чудесно, когда украшение живет разными историями, да, и может быть использовано совершенно необычным образом. А это было желание ювелиров, или это какая-то модница, скажем так, вдохновила дом на создание этих трансформаций? Ну, вы знаете, у нас всегда мы славились тем, что у нас было, и исторически так сложилось, что было много трансформеров, в этом мы тоже сильны очень. Ну и, конечно, сегодняшнее время, наверное, еще больше подхватило эту прекрасную тенденцию из прошлого в сегодняшний день, и появились такие украшения, и смотрятся, как бы, вроде бы, и на злобу дня, но и при этом имеют такой исторический отсыл. Сегодня мы так много говорим о каком-то осознанном потреблении, да, о том, чтобы те вещи, которые мы покупаем сегодня, служили нам долго, вдохновляли нас, радовали. Мне кажется, что вот такие украшения, они не времени абсолютно, и возвращаясь тоже к коллекции «Лави» или «Гвоздь», когда меня спрашивают, ой, ну это я не знаю, это уже, это кто-то сегодня еще покупает? Это просто такой бум популярности этих изделий, этих коллекций. Я говорю, ну, если это было популярно в 70-х, популярно уже 50 лет, как минимум еще 50, а то и 100, это точно будет популярно. Поэтому, не задумываясь, можно смело это покупать, если это хочется носить и себя радовать. Если вам понравится, чем вам. Да, да, конечно. Я всегда говорю, руководствуетесь не модой, не теми трендами, которые задает общество, а своими личными предпочтениями, да, своим личным стилем, да, руководствуетесь, и насколько это приживется в вашей жизни, вот и все. А если что-то надоело из того, что вы долго носили, отложите, забудьте об этом, потом через пару лет до Санте и будете это носить как совершенно что-то новое для вас. Конечно, это можно передавать всегда из поколения в поколение. Конечно. Вот как история с часами, которая была упоминальная. Француженки этим ставятся, я не устану рассказывать, что каждый раз, когда я вижу что-то невероятно красивое на француженке, я спрашиваю, говорю, где ты купила? Думаю услышать название магазина, она говорит, мне у бабушки или у мамы. Вот. Это, вот, вы знаете, это прекрасно, что у них есть такое, как бы, наследие, да. Я всегда говорю, что каждый француз знает историю Дома Кортье, потому что она неразрывно связана с историей Франции. У нас, к сожалению, такой памяти исторической нет, да, и события в наших странах наложили свой отпечаток, да. Но, тем не менее, у нас есть сегодняшнее время, мы можем сегодня создавать свою историю, своих семей, вот, и думать о следующих наших поколениях, что нам тоже будет что передать. Конечно, и это, мне кажется, девушка, еще другой подход, потому что у нас даже, мне кажется, что у нас принято передавать, в основном, сервиз, постельное белье, так как в советское время, к сожалению, не было Диора. Ну как, был, но далеко. Ну, не для нас. Ну, не для нас, да, приехали в Советский Союз, показали, и учили, да, как цирк. И у нас же даже этот там сервиз, я не знаю, как, у вас, у меня, например, дома из него никто не ел, он до сих пор висит серваль. Вы о сервизах Мадонна, да? Да, да, я говорила, что сновидитый сервиз Мадонны. И это ужасно, потому что французы себе никогда такого не позволят. Да, может быть, он может быть праздничный, конечно, не обязательно на каждый день, но не для того, чтобы он просто сидел в сервиз. Конечно, да, да. А у нас бывало так, что передается от бабушки к внучке, но ни бабушка, ни мама сервизом не пользовались. Да, 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 однозначно. Только видели и протирали пыль. Ну, конечно, да. Или это, конечно, отношение дает к вещам и к этим покупкам, потому что все-таки приятно, нужно носить. Обязательно нужно носить. И особенно нужно носить жемчуг, потому что это тот камень, который живет только на теле. То есть обязательно, если у вас... Вы даже, заметьте, если есть, к примеру, жемчужная нитка, да, жемчужное колье, вы его одеваете, и этот камень сразу набирает вашу энергию и блестит, передается тепло от тела, и вот вы ощущаете, что он живет на вас. Говорят, что жемчуг, конечно, это не тот камень, который очень долговечен. Я имею в виду, долговечен это сто лет. Да, если бриллианты живут и 300, и 400... А что, с жемчугом что-то случается? Да, он может рассыпаться уже от времени. Да, он очень хрупкий, да. И определенная температура влажности должна быть в хранении. Если, к примеру, есть изделие с жемчугом, то где-то нужно обязательно поставить какую-то емкость с водой, чтобы воздух был более влажный. Это удивительнейшая история. Один из братьев дома-кортье... У нас, как я уже упомянула, что бренд, дом расширяется, да, и был на разных континентах. Это Нью-Йорк, Нью-Йоркский бутик, на Лондонский бутик и Парижский бутик. Это у нас бутика. Я прошу прощения, что сегодня у меня все время продают на улице. Ну, вот он ничего, бывает. Тут у нас слышно хорошо. Я как эмоционально, видимо, рассказываю, что они как-то не справляются. Было приобретено за здание на 5-й авеню. Именно это колье. И по сегодняшний день это здание является в собственности дома-кортье. В чем была ценность? Помимо того, конечно, что это дом, в деле дома-кортье, жемчуг он же все-таки не настолько дорогой. Настолько. Настолько. Да. В то время это было настолько, потому что собиралось по каждой жемчужине. Это длинная нитка, и это было баслословно. Баслословно денег стоило. Я не помню точно, о какой сумме шла речь. Можно поднять архивные записи. И... Каждая жемчужина была именно натуральная. Не мультивированная, а именно натуральная. Поэтому такая цена этого была академия. А сегодня же жемчуг на порядок дешевле, если я не ошибаюсь. Мы... Если мы будем где-то искать натуральную жемчужину, да, вот в наших коллекциях барочные жемчужины присутствуют, которые тоже имеют колоссальную стоимость и могут оцениваться в сотни тысяч долларов. Я не знала. Я была уверена, что жемчуг на порядок дешевле, чем грязан. А оказывается... Нет, нет. Если это уникальный жемчуг природного происхождения, некультивированный, таких осталось сегодня, ну, я не знаю, совсем мало. Если удастся что-то такое найти, то это, конечно, имеет ценность, аукционную ценность и может расти только в цене. То есть большинство изделий, которые существуют в разных домах, это в том числе жемчуг культивированный. Да, да. Не натуральный. Да. Интересно. А вы сказали, что у вас как сказать, основной бутик в Париже на Ру-де-Лямпе, а почему не на площади Бандон, которая считается как ювелирной колыбелью Парижа? Да, ну вот, кстати, у нас там тоже есть бутик. Да, у вас тоже есть там бутик, поэтому я была уверена, что это он считается основной. Ну вот, как раз, сейчас точно не вспомню год, у меня, к сожалению, я не запоминаю точно даты, но где-то в начале 20 века именно в этот исторический бутик переехал Луи Кортье и открыл вот эти огромные свои большие витрины именно на Рю-де-Лямпе, на улице Мира-13. Именно он считается нашим историческим, с исторической лестницей, с кабинетом Жанны Тусан на втором этаже. Я, мало кто знает об этом, но сохранилась вся мебель, она была после реставрации, но вот в том же виде, что и сто лет назад. И сегодня еще пока бутик не закрыт на реконструкцию, можно... Нужно бежать просто. Нужно бежать, посмотреть и посидеть за столом Жанны Тусан. Вдохновиться этими же интерьерами. А на первом этаже, с правой стороны, кабинет Луи Кортье. Поэтому тоже обязательно нужно все это посмотреть. Собственно говоря, мы дом Кортье первым ввел моду на большие витрины. Ранее были бутики просто, магазины с маленькими окошками и просто с дверью, с входом в бутик. А вот мы как раз сделали эти большие витрины за тем, чтобы дамы, прогуливаясь в вечернем променаде, рассматривали украшения. Класс. Красиво. То есть, бутик на Рюде-Ли-Пе можно сравнить с бутиком на улице Камбонг-Деша? Это просто... Да. Вот абсолютно правильное сравнение. Да-да-да-да. Да. А скажите еще, пожалуйста, что стоимость бриллиантов, в принципе, так же, как и жемчуг, как бы мы говорили, я знаю, что бывает очень разное. Очень много разной. Частота камня, происхождение. Характеристик много. Характеристик очень много. Да. Лучшие бриллианты, правильно, Мария, вы сказали, что оцениваются бриллианты по тем уже характеристикам, установленным, да, это 4С, да, цвет, огранка, чистота, сейчас, секундочку, у меня снова что-то с песняком, но наши бриллианты еще выбираются по красоте. Это, конечно, некий такой, можно сказать, параметр, который для каждого свой. Субъективный. Да, субъективный, да, но вот у нас были ситуации, когда клиент действительно говорил, для меня этот камень красивый, а этот менее красивый. Хотя он может быть и чище, и белее, и включений меньше. Также нужно обращать внимание на пропорции бриллианта, потому что, если он глубоко огранен, или плоский являются по форме, дисперсия света попадает меньше, он менее горит, настолько роскошно отзверкает, и на это тоже нужно обращать внимание. Но вот наши бриллианты выбираются еще по такому виду, как красота. Сразу могу такой дать небольшой совет, что если для вас имеет значение, все-таки мужчины очень любят тоже так выбирать, мы им такие подсказки делаем, если имеет значение бюджет, к примеру, конечно, в идеале выбрать с самым лучшим цветом и с самым лучшим качеством бриллианта, с чистотой, но если приходится выбирать то или иное, всегда выбирайте с самым лучшим цветом, потому что качество включения в бриллианте вы сможете увидеть только при 10-кратном увеличении, то есть практически глазом нашим они неуловимы, да, а вот цвет, желтизна, к примеру, она бросается в глаза, ну, мы можем говорить об этих характеристиках, когда мы уже выбираем бюджет, примерно от одного карата, до одного карата ни то, ни другое практически будет незаметно, тем более, если вы не являетесь специалистом, вот такой лайфхак небольшой. А скажите, пожалуйста, вы как человек, который уже знает идея карте от и до поперек, вы какие-то классические, например, сережки, когда, я не знаю, как называется, модель, когда это два или декората, по-моему, примерно, и вокруг маленьких, бриллиантских, их много повторяют, разные, бриллиантских, вы сразу видите, карте или карте? Ну, в большинстве случаев да. Показать нам кольцо Тиффани, я буду приводить этот пример, потому что у Тиффани для бриллианта они используют шесть карманов, то есть шесть лапок, которые держат бриллиант, у нас четыре, и в этом разница. посадка бриллиантов тоже, бренд Cartier славится своими высокими, высокой посадкой бриллиантов, да, благодаря этому они получили популярность, многие любят эту форму, да, у нас совершенно другая закрепка, мы уделяем внимание не только высоте закрепки бриллианта, но и надежности, чтобы вам было комфортно носить каждый день. много очень разных нюансов, они нам видны, я вам скажу так, что даже если мы не будем говорить о бриллиантах, мы будем говорить о известных паренциях лап и гвоздь, они сегодня на пике популярности, конечно, то, что популярно наибольше всего, оно и как бы пользуется среди подделок, да, популярность, нам это тоже все заметно, поэтому даже не снимая такие украшения сок, нам сразу видны подделки, поэтому да, это мои тренинги. Кстати, про удобность, я знаю, что коллекция гвоздь была немного изменена, потому что было немножко неудобно в какой-то момент клиент жаловали, что сложно снимать, и сейчас насколько надо больше есть как магнитное немножко другое крепление. Ну вот это к вопросу о том, что мы слышим своих клиентов, да, что мы всячески реагируем на те пожелания, замечания, которые получаем. Конечно, в 70-х в том варианте, который был задуман браслет-гвоздь, он и сохранился, но время не стоит на месте, и застежка модернизируется, конечно, чтобы была более удобная, а вот модель, о которой вы говорите, там эта модель более тонкая и имеет форму, как бы повторяет тоже форму нашего легендарного браслета, но уже по технологии мягкого золота браслет сгибается, и вы его не расстегиваете, а просто раскрываете. Да. Это, кстати, да, это, кстати, более тонкий этот браслет, более такой, я бы сказала, изысканно лаконичный, да, для, это тоже для тех девушек, у которых очень тонкое запястье, они все-таки хотели бы носить эту коллекцию, вот была разработана такая модель более лаконичная, я бы сказала, и с другой уже техникой застежки. Совершенно по-разному смотрится, когда он тоненький, или когда он толще, это как будто два абсолютно разных петли. А если не секрет, то это ваши бестселлеры? Да, это абсолютнейшие наши бестселлеры, это иконы дома Кортье, вот, точно так же, сейчас чуть меньше популярно, но, вот даже за последние два года мы видим тоже всплеск больше популярности нашего легендарного кольца с коллекции Тринити. Это, наверное, еще одна, стоит упомянуть еще об этой иконе, потому что в 24-м году мы будем праздновать 100-летие от этой модели. В 1924-м году она была придумана, собственно говоря, как мужской аксессуар, как мужское кольцо для Жанна Кокто, и он носил его на Мизинца. Ничего себе! Да, а потом эта коллекция так полюбилась всем, что стала женской коллекцией, и сегодня и мужчины, и женщины любят кольцо Тринити, для некоторых это обручальное кольцо, потому что в нашем славянском мире Тринити это троица, да, имеет еще другой смысл, кольцо, которое любят и обручальное, как и на годовщину свадьбы, повседневные аксессуары, то есть оно тоже очень интересное. Да, скажите, пожалуйста, такой интересный вопрос, кто больше покупает украшения, женщин или мужчин? Я однозначно отвечу, что это женщины. Серьезно? Конечно, но я не считаю тех мужчин, которые для своих женщин покупали украшения. ну, конечно, а если все-таки кто, чьи-ми руками, скажи, так, ну, вы знаете, в последнее время очень все сильно изменилось, потому что в наших коллекциях появилось очень много украшений, которые девушки покупают себе сами. если вот даже кстати говорить о коллекции двость и лап, коллекция также амурет, вот у нас несколько лет назад тоже появилась наша икона. Это как символ, как может быть знак того, что ты чего-то достиг, все на их какой-то. да, может быть, девушка получила какую-то новую должность или, не знаю, чего-то для себя достигла, или какой-то рубеж провела, или себе лично сделать подарок на день рождения. Ну, то есть примеров может быть много, но много сейчас девушки, девушек, которые сами себе покупают украшения. И мне кажется, что это тоже прекрасно. Конечно, это нужно любить. Правильно, себя нужно любить. Показывать себе. Себя нужно украшать. Ой, да, как красиво вы сказали. Обязательно. Я всегда говорю о том, что вот даже мы сейчас все находились в периоде карантина, еще он продолжается, да, что это некая, знаете, как некая зарядка для самого себя, чтобы не опуститься до каких-то пижам растянутых футболок или спортивных костюмов, да, все-таки это лепли. Да, потому что многие говорят, что это мы делаем для кого-то, мы это в первую очередь делаем для себя. Поэтому вы, когда идете в салон, делаете укладку или манитюр, вы же не задаете в первую очередь себе удовольствие. Поэтому точно так же и в украшениях. Если хочется чего-то для себя, нужно приобрести, носить, радоваться. а если это еще повод какой-то, это как некая такая отметка своего личного праздника, что я чего-то достигнула, там, наверное, приятно. Да, конечно. Мне просто кажется, что у нас в менталитете вообще, в принципе, об особенном славянском, есть такое, что юбилерное украшение это все-таки что-то мужское, потому что что-то, что расходит от мужчины, потому что я даже помню, мы с Лестрой поднимались в Принт-Даму с папой на планете и там целый этаж юбилейный и он смотрит и говорит, господи, это же круги Данте просто для мужчин. Это конечно конечно и сказали, да. Он говорит, если ты провинился, это место нужно обходить стороной, это опасно. И мне кажется, что в какой-то степени это еще остается, знаете, такое... Мария, ну я с вами полностью согласна, потому что у нас был забавный случай, я люблю такие истории, стараюсь их запоминать, потому что они потом тоже наполняют нашу жизнь какими-то такими интересными рассказами. Я как-то показывала молодой человек, пришел за подарком своей девушке, в бутик, присматривали украшения, ну или может быть какие-то есть пожелания, что-то вы особенно хотите, да, мы рассматривали и дальше затронулся вопрос стоимости бюджета и идея. Я не помню уже, что я ему демонстрировала, какое-то изделие, какое-то кольцо, назвала стоимость, он говорит, нет, 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 это не подходит, я очень сильно продлинился, мне нужно что-то подороже. Это прекрасно. Поэтому, да, такие ситуации бывают, забавные ситуации, которые тоже нас развлекают. Развлекают. приятно, когда, конечно, мужчины покупают подарки, и то, с каким трепетом они это выбирают, сколько с этим связано разных историй, это тоже эмоции, эмоции, это, знаете, за что я люблю еще свою работу, за то, что у нас каждый день не похож на предыдущий, потому что каждый раз мы не знаем, кого мы встретим, какая история будет этим клиентом скрываться, да, и это такой омен потрясающей энергии, это ничем не сравнимо, поэтому устать от этого, наверное, навекать невозможно. А бывает такое, что женщины приходят и говорят, Наталья, ей что-то войдет в бой, это, 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 у него или нет вкуса, или я это что-то хочу, то есть, вот что-то такое, видовое. Нет, мы, конечно, пользуемся такими трюками. Ну, важно же, что, важно, чтобы девушка получила то, что она желает, и чтобы была довольна, и носила с удовольствием, поэтому, почему, если я имею возможность сделать подсказку, да, знать наверняка, да, знать наверняка, если, конечно, это наши постоянные клиенты, которых я уже прекрасно знаю, знаю, что есть в коллекции, и могу что-то подсказать, посоветовать, это, мне кажется, прекрасно. мужчины любят такие подсказки, потому что это сразу решение проблем, снятие головной боли, и стопроцентная уверенность в том, что подарок будет воспринят с удовольствием, и будет носиться, потому что, ну, это важно. А часто бывают мужчины, которые настолько хорошо разбираются, что вот они приходят, и чуть ли не лучше, чем женщины, говорят, нет, я, например, хочу больше изума, лучше подчеркнутые глаза, или, знаете, коллекции. Есть, конечно. Есть такие мужчины, которые знают, хорошо разбираются, прекрасно владеют знаниями о коллекциях, или, наоборот, видят конкретно свою женщину, девушку в каком-то определенном украшении, есть некие ассоциации, например, вот это кольцо пантеры, но это точно похоже на нее, поэтому именно вот это и никакое другое, да, это тоже есть, но это радостно, когда такой осознанный подход, и с какой любовью это все подбирается, и какие ассоциации, и какими какими-то делятся эмоциями тоже с нами, это здорово, мы такое тоже очень любим. У нас, конечно, интересная работа, мне кажется, потом можно психологи идти, личных жизней распомогать людям. А знаете, что я больше всего еще люблю, да, если мы так уже делимся такими эмоциями, да, сокровенными, что за этим стоит, когда наблюдаешь уже ни одно поколение, которое приходит сначала за обручальными, приходит молодой человек за кольцом на полоку, потом обручальные кольца, потом на рождение ребенка или к дочину свадьбы, а потом уже покупается браслет на окончание школы и дочки, но это, вот эти истории, они, конечно, в сцену. Урашки похожи, у нас церкви, это трепетно, да. И вот у нас есть прекрасная традиция в нашем бутике, мы каждый год под Новый год в середине декабря проводим детский праздник, детскую елку рождественскую, когда все приходят со своими семьями, и вот тот момент, когда и дети, и родители вместе, и когда мы видим каждый год, как дети растут, это, вы знаете, в нашем бутике мы этого праздника ждем, наверное, больше, чем какие-либо другие, потому что это такие, это, знаете, как, это возможность поделиться такими сокровенными семейными историями, семейными эмоциями, это очень тихно, это очень тихно, это, конечно, бесценно, от поколения к поколению, конечно, мы прививаем этот вкус с наших маленьких детских елок, радостно, кто-то там попробовал первую конфету на нашу детскую елку, кто-то там впервые пришел в наш бутик, это, может, кто-то и познакомился с детками, мало ли, как потом, да, конечно, историй много, и это в наших архивах уже будет, да, очень радостно. Наше время, к сожалению, подходит к концу, к сожалению, ясно, слегка, мне тоже спасибо вам огромное, очень прекрасный живой разговор, вы всегда вдохновение, вы всегда заходите как солнышко, как карамелло, безумно приятно, спасибо, что согласились, нашли время, я знаю, какой у вас сумасшедший график, и вам хорошего дня.